Добрый вечер, дорогие любители футбола. Мы с вами присутствуем на удивительном матче. Звезды мирового футбола, все лучшие футболисты, которых себе только можно представить, собрались на этой площадке. Месси, Криштиану Роналду, Кака, Булыкин, а также таинственный игрок сборной России. Честно говоря, пока на общем плане не видно, кто же это. Может быть, Жирков, может быть, Аршавин. Посмотрим. Мяч в центре. И игра пошла. Великолепную технику демонстрируют братья Месси. Ситуация у ворот правых. Опасно! И мяч непонятно пересекли линию ворот. Что скажет судья? Да, это гол. Братарь занес мяч в ворота, так что счет матча открыт. Еще один опасный момент. У ворот правых Булыкин. Блин, забивать на такие моменты в шпагате. Булыкин едва не переправил мяч в ворота, но получил, судя по всему, травму. Прихрамывая, Булыкин возвращается в поле и, по-моему, собирается отомстить обидчику, хотя вот этот футболист мадридского Реала совершенно ни при чем. Похоже, он не из футбола, а из карате. Дружок появляется на поле. Непонятно, за кого он играет. Возможно, он нейтральный, а возможно, он и за правых играет. Это вот сейчас, как он здорово прорывается по флангу, пытается сыграть пас, отбирает мяч и бежит в вау. Надо водить мяч из-за боковой линии. Нет, игра не остановлена. Судья дает играть. Итак, счет непонятно какой. Игра продолжается. Бекенбауэр забирает мяч. Бекенбауэр! Позор! Грубейшая ошибка вратаря. Мадридский Реал здесь с Барселоны обнимается только вот в таком нашем удивительном матче. Можно наблюдать такую картину. Тут же ответ правых. Забивать надо. Месси! Удар в девятку. 1-1! Великолепная игра. Самый маленький Месси на свете забивает гол. И счет становится 1-1. Вратарь выбегает из ворота, выбивает мяч на чужую половину поля. И что происходит? Мяч покидает пределы поля. Тормози! Месси, Месси, поосторожнее с ветераном Бекенбауэром. Надо с уважением к старикам относиться. И еще одна атака. Булыкин перехватывает мяч. И Пете пора домой. Ну смотрите, что это происходит. Обладатель кожаного мяча Пьетро Буфонище хватает этот мяч и несется во весь опор домой. Там стынет борщ. Как же играть без мяча? Никак. К сожалению, матч окончен. Со счетом 2-1 победила команда правых. Мы стали свидетелями с вами потрясающего матча. С вами был Георгий Черданцев. Пойду сварю пельмешек.